Привет, ребятки! Harley Benton Enhanced Harley Benton Enhanced MJ5EB Вообще, марка Harley Benton была основана еще в конце 90-х годов боссом компании Tombon это крупнейший интернет-магазин в Европе если кто не знает музыкальных инструментов изначально она создавалась как марка для производства бюджетных инструментов для студентов, учеников, прочих пионеров понятное дело, что производились они на фабриках в Азии но до последнего времени я о них вообще не слышал при том, что, скажем, в 10-х годах я просто перерывал интернет весь на предмет всяких дешевых инструментов а тут внезапно, на последние пару лет они вот всплыли и вокруг них поднялся какой-то нереальный хайп они вызвали такой интерес, который до этого, наверное, ни одна бюджетная марка гитар боссов не вызывала так, и до этого были такие бюджетные марки для новичков делающие достаточно неплохие инструменты но на них народ в интернете смотрел как-то больше не сходительно типа, ну, блин, бюджетка и бюджетка так для новичка, да, сойдет но что там неинтересно, что там обсуждать а про Харли Бентон внезапно стали говорить типа, это что, то есть на самом деле очень хорошие инструменты за очень небольшие деньги и, наверное, все музыкальные каналы-обзорщики сколь-либо расторопно идущие в ногу с тенденциями уже давно сделали на такие инструменты обзоры а до меня вот этот вот красавчик добрался только когда уже был снял с производства однако, тем не менее, большой респект владельцу этого инструмента Никите Камео за то, что предложил и подогнал мне этот инструмент для обзора чтобы мы все могли посмотреть на него, обозреть спасибо, чувак окей, давайте рассмотрим сам бас такая вот здоровенная жабья туши из ольхи наглухо покрытая финишем и я не уверен, что видео передает все ее красоты но прям живьем он смотрится просто офигенно причем называется этот финиш соответствующе красиво Lake Blue, озерно-синий гриф из клёна, из одного куска накладка, как нам пишут в спецификациях макасарский эбони и, на первый взгляд, это прям здорово потому что, ну, на бюджетке обычно эбони не ставят это все-таки дорогая древесина но здесь она какая-то несколько странная потому что, если мы смотрим с лесовой части то да, она прям вся такая черная тут еще маркеры такие классные так вот, если мы посмотрим вот с этой стороны, где у нас гайка анкера круглая, какой-то сыгрей, кстати, очень удобная то там можно заметить, как цвет накладки тем становится светлее, чем дальше от поверхности и это наталкивает на смутные сомнения тем более, что в описании написано макасарский эбони, а он выглядит вот так обычно ну да ладно, пофигу гриф, профиль Modern C, овальный такой не то, чтобы ощущается толстым хотя линейкой тоже не ощущается при том, что гриф широченный, тут межструнное расстояние как у обычного четыреструнного инструмента как у обычной жабы только струн 5 и здесь тоже межструнное расстояние довольно широкое не как на каких-нибудь там ябонезах за счет чего инструмент кажется широченным за счет жабьего корпуса он кажется здоровенным при этом он еще весит прилично так килограмм 5 и если ты его берешь после обычной жабы которая там весит что-то там 4 с небольшим килограмм То он кажется, блин, прям бегемотом Гребаным, здоровый, сука, ублюдок А если ты берешь его после какой-нибудь крохотной Банетика, то вообще просто, блин Ну, с другой стороны Привыкаешь к нему тоже довольно быстро А когда после него уже берешь опять обычные басы То они уже кажутся скорее игрушками Но что надо сказать, при том, что Он такой тяжелый, все-таки Баланс тут, блин, ну такой себе Голову грифа, с лесовой стороны Покрытую в цвет корпуса Величают такие вот колки Здоровенные, массивные, с Очень широкой, необычно широкой шестерней В принципе, к тому, как они работают У меня нет претензий Также мы здесь можем заметить такой вот нулевой лад Если вы меня спросите, хорошо это или не очень Я не знаю, я не испытываю никаких Особых ощущений по поводу этой штуки Что она есть, что она нет На мой взгляд, одинаково, но если у вас есть мнение обоснованное Насчет этой штуки Если вам есть что-то сказать, то, пожалуйста, в комментарии Давайте поговорим И бридж такой вот Выглядит тоже довольно понтово Довольно мажорно Можно струны ставить сквозь щелочки Для быстрой замены струн на хвосте Можно пропустить сквозь корпус, как сейчас Вот здесь вы можете заметить Такие вот черные винтики Они фиксируют седла Чтобы они у нас никуда не ездили То есть, если ты хочешь, например, мензуру поправить Или высоту струн поднять Тебе нужно эту фигню сначала шестигранчиком открутить Потом двигать седло, потом закручивать Нафига это сделано, какая в этом польза, какой в этом смысл Я не знаю вообще А так, в целом, ну, как бы нормальный обычный бридж Звучки некие розовелл Такие вот со здоровыми открытыми сердечками Хамбакер в стиле MM и сингл Описание гласит, что у них феоритовые магниты Ну, давайте послушаем, как они звучат просто вот сухо в пассивном режиме В интерфейс И, как бы, несмотря на использование необычного типа магнитов Феоритового, а не алника, не керамика, как обычно используется Я не могу сказать ничего особенного У них довольно мощный выхлоп Неквый сингл звучит, как неквый сингл Бриджу и хамбакер звучит, как хамбакер Если же звук вам покажется слишком жирным Вы можете переключиться тумбером в режим оттечки В связке с неквым звучком дает более приближенный к жабе тембр Ну, а в режиме хамбакера С неком Ну, в принципе, довольно вариативная штука Можете подогнать звучание, как вам больше нравится Тема активного режима я уже затронул Дело в том, что у нас здесь на громкости пуш-пул Когда у нас громкость вытянута на себя Это у нас пассив Вдавливаем его внутрь Это у нас актив И в режиме активном при эквалайзере в нейтральном положении У нас приподнимается выхлоп Ощутимо Ну и, собственно, становятся активными Вот эти вот две ручки Низы, верха Ну, в целом, обычная для таких басов история Низы бустят очень сильно Поэтому, ввиду того, что выхлоп звучков тут как бы и так не слабый Перегрузить Уйти впередешь Наше устройство, наш усилитель Будет проще простого Так что очень осторожно с этой штукой Субтитры сделал DimaTorzok И ручка верха Отлично вытягивает у нас треск Треск Субтитры сделал DimaTorzok Как знают постоянно мои зрители Я небольшой фанат активной электроники на басу Активных отобороблоков Однако на некоторых басах Электроника реально классная Она ей приятно работать Ей приятно регулировать звук И она реально позволяет звук баса как-то разнообразить или подстроить А электроника здесь Это один из примеров, когда мне не лень Оторвать всю жопу от стула Дотянуться до комбика и рулить частота там Потому что обычно на комбиках Все это крутится куда приятнее, куда корректнее Этим легче пользоваться, чем вот этим Хотя кому-то на безрыбье может это понравиться Не знаю Вдобавок ход панциометров Какой-то непонятный Средние точки где-то хорошо отмечены Где-то едва незаметны Ход панциометров где тугой, будто ему что-то мешает Где наоборот слишком пустой Очень странное ощущение И при том, что в целом инструмент собран очень качественно В целом по сборке нет каких-то особых нареканий Ну, в принципе, вообще, ну, блин, лучше Это только уже будут совсем идеальные басы Положительное впечатление в целом Но вот на электронике, видимо, тут реально решили сэкономить Потому что, ну, все-таки инструмент достаточно бюджетный Ну, звук в целом, как я уже говорил Ну, просто обычный, нормальный Не могу вообще ничего придумать Подсказать о нем как-то что-то красочное особенно ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, че-то я пятую струну обошел Звучит ли пятая струна? Звучит Нормально звучит в целом Работать ей можно Ну, давайте еще традиционную проверку Барбары ему устроим ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Возможно, рассказывая об этом инструменте, я выгляжу несколько разочарованным И отчасти так и есть Именно такой вы сейчас на Томане уже новый не купите Но есть похожая моделька Там только дерево немножко отличается в составе Стоит она 355 евро То есть чуть больше 30 тысяч по нынешнему курсу А владелец этого инструмента купил этот инструмент уже здесь, в России БУ за 24 тысячи И утре массива восторженных отзывов на такие инструменты Типа, этот инструмент ощущается не как инструмент меньше 400 евро, а около тысячи Вот этого я здесь не заметил абсолютно Этот ощущается скорее как корт Вот недавно у меня был на обзоре 5-струнная жаба корт Тоже новая И по уровню, по ощущениям, довольно похожие впечатления у них остались А тот корт я при этом весьма нахваливал Как очень достойный, нормальный инструмент Достойная пятерка за свои деньги, с которой можно работать При том, что конкурентов у нее в этом бюджете особенно не было Красивое, хорошо собранное И здесь, по сути, я могу сказать то же самое И чего-то лучшего прям на голову за эти деньги едва ли вы сможете найти Но дело в том, что вокруг них прям такой хайп Так их расхвалили, что я ожидал, что он сам будет тем Что вот на голову выше всего того, что вы можете купить в этом бюджете Но так не случилось Если у вас есть опыт общения с басами и гитарами этой марки То прошу вас поделиться комментариями А мне о нем больше сказать нечего Хотя нет, тут хозяин наклеил черную матовую пленку на пиггард Он так-то был белый перламутр, но по-моему так тоже как-то выглядит интереснее А еще сзади у него батарейный отсек для кроны И такое вот гнездо для Джека, как у телекастера такое впуклое Ну и теперь точно все Спасибо всем за просмотр Отдельный респект тем, кто задонатил деньжат Спасибо тем, кто предлагает свои инструменты на обзоры Когда-нибудь доберу их всегда в вас И всем спасибо Всем пока Спасибо Спасибо